приветствую зрителей с вами я виталий сизов и сегодня в рамках проекта донецк полный доступ мы вместе с моим коллегой алексеем мацукой будем смотреть горячую линию лидера днр александра захарченко которая состоялась 27 июня а в ней он поднял много разных вопросов и вот собственно об этом это и поговорим алексей ты следил за этой линии ты понял зачем ее проводили и почему ведущий был в камуфляже традиционно проходят эти линии и это на самом деле никакая не горячая линия потому что позвонить и задать вопросы даже в таком режиме как путину задавали вопросы когда там выскакивали критические замечания на экране невозможно журналисты задать свои мы не можем свои вопросы тоже задать адресовать туда ну а ведущий в камуфляже это такая норма видимо для журналистики вооруженного конфликта когда ведущий должен подчеркивать свое участие стоили иной стороны конфликта общение захарченко с местной прессой прошло в дружественной непринужденной обстановке многие вопросы начинались со слов благодарность или комплиментов в адрес захарченко гуманита идея гуманитарной программы она уникальна по природе своей по человечности своей по степени великости если можно так сказать как это идея это не это не комплимент это правда и вы это понимаете тоже александр владимирович ваш авторитет в республике непререкаем но вы активно набираете очки как на территориях временно неподконтрольный днр так и на территории самой украины алексей в принципе вот по визуальной картинке по тональности на самом деле не так много изменений по сравнению с той ситуации которая была до войны когда были разные горячие линии с областным руководством и вот там многие журналисты начинали свои вопросы с того что благодарили главу области да и сегодня было есть такие которые задают вопрос с благодарностью это есть такая традиция в сми ну то есть это в наших сми такая традиция есть и она к сожалению перерождается и вот сегодня в неподконтрольных районах просто по-другому невозможно и нужно всячески демонстрировать свою лояльность властям а если ты ее не демонстрируешь что соответственно ты уже там какой-то не такой партизан там или ты еще что то поэтому сегодня там только так возможно существование средств информации к сожалению независимых сми сегодня там нет но говорили и о наболевшем спрашивали о проблемах со сбытом угля сейчас приобретается порядка 40 тысяч 43 тысяч тонн угля в месяц нужно повторю должны были забирать 100 тысяч он национализации недостроил другую же площадь будет строится программа целаясь по арестовну как дать доработки достройки тех зданий высотных которые у нас были посту начали заложен на 14 году которые принадлежат олигархам они будут изъяты государством и на на этих будем здания вот проводится ремонтная работа и люди будут площадь квартиры алексей ты как лично вот веришь что эти власти смогут национализировать захватить эти недострои достроить их решить проблему с профицитом угля и действительно эти люди которые пострадали получается из-за того что в их жилом доме был штаб захарченко моторолы и гиви дождутся ли они компенсации ну тут вопрос не в моей вере и не в моей как бы оценки этого хочется думать что все таки люди получат то что им полагается но практика показывает что защита о социально незащищенных людях социально незащищенных слоях населения в донецке сегодня она очень слабенько и мы знаем из наших репортажей донецк полный доступ из того что делают коллеги что часто защитить свои права просто в донецке не представляется возможным и конечно обещание на на публику на камеру может быть он захарченко и выполнить но у них же есть образ путин который также точно поступает и если кому-то повезет и он задаст там вопросы или или они будут знать что это свершится они заранее это зададут вопросы эти в программе но здесь вот к сожалению все сходится к вопросу веры хотелось бы чтобы это сходилось к вопросу обязанностей да раз уж назвались де-факто властями донецка как они претендуют на это звание на представительство всех наших голосов то и работать же надо это ответственная деятельность ну если жилье разрушена хотя бы обещают достроить то долги по заработной плате вернуть не обещают и советуют судиться с государством украина долги они готовы отдавать только свои то есть то что образовалась после так называемой национализации либо захвата предприятий все что касается долгу украины я вам гарантирую судите с ними мы за то долги не отвечаем и это не вопрос захарченко не только слушал людей в прямом эфире но и в прямом эфире раздавал указания причем такого уровня как починить трубу в каком-то городе либо там выдать зарплату на конкретном предприятии алексей иванович я разрешаю вам к государству предприятию не платить за электроэнергию пока не выплатите людям заработную плату только что поступило ко мне обращение от жительницы улица олимпийская там у него проблема с тем что ее подтапливает ее дом подтапливает прорвавшая труба водоканала алексей почему глава республики занялся микроменеджментом его вдруг волнует состояние труб в каком-то городе либо состояние выплаты зарплаты почему вот человек опускается или не знаю просто интересуется проблемами такого уровня и выносят их прямой эфир ну как говорится какая республика такие проблемы на самом деле как бы можно не хочется издеваться не над тем и тем более выносить какие-то суждения но я так понимаю что прямые линии эти всевозможные это эффективный способ показать что о людях заботятся даже на самом нижнем таком уровне однако при этом если люди идут в реальность в обычную жизнь например кто-то больницу идет или пытается повлиять на починку тоже трубы то не все так быстро и не все так гладко как это создается телевизионная реальность телевизионная картинка по первому республиканскому каналу и понятно почему и поэтому мало вот как-то мало доверия к подобным проектом говорили о коррупции в мрэо на блокпостах захарченко пообещал разобраться и сказал что комендантский час донецкий не отменят когда отменят комендантский час я из донецка алексей почему вот на неподконтрольной территории не пытаются изменить комендантский час ведь там ну если брать ситуацию по обе стороны линии разграничения то допустим в некоторых городах по украинскую сторону тоже при фронтовых его нет но потому что комендантский час это одно из условий контроля эффективного контроля на той или иной территории в общем то для них это способ поиска там людей передвижений не все там видимо так просто и легко для того чтобы быть уверенным в контроле над этой территории поэтому используются такие вот жесткие методы как трехгодичный комендантский час и завершая горячую линию захарченко пообещал людям что он никуда не убежит потому что у него нет выбора либо смерть либо он будет главой днр алексей понятно что у него выбора нет а у жителей донецка этот выбор есть может не все настроены так как захарченко и не готовы вот умирать ну безусловно что захарченко не является олицетворением ста процентов голосов жителей донецка это естественно и он пытается приватизировать все эти голоса и ему активно в этом помогает та же прямая линия которой мы сегодня говорили но все-таки критические голоса присутствуют и даже внутри самой организации донецкая республика и мы знаем в каждом выпуске чуть ли не упоминаем того же ходоковского пургина и прочих и также есть критические голоса и не только в русском в русской в донецкой республике но и в проукраинских проукраинском подполье так сказать донецка то есть все это просто давится подавляется и том числе этими прямыми линиями если бы были бы возможности для участия людей в реальной демократической процедуре я думаю ситуация была бы там совершенно иной спасибо алексей за твое мнение это был обзор горячей линии александра захарченко с вами был виталий сизов в рамках проекта донец полный доступ если вы хотите получать достоверную информацию с неподконтрольной территории подписывайтесь на нашу рассылку отправляйте нам сообщения на наши страницы в социальных сетях оставайтесь с нами